Как мы и обещали, в честь Хэллоуина мы сделали пошлый выпуск. Поэтому, если у вас есть предрассудки, то лучше не смотрите это видео. А те, кто точно будет смотреть, подпишитесь на канал и лайк тоже можно поставить. Ну что, поехали! Последний неудобный случай, когда было неловко. Мне было сегодня неловко, когда Лёша начал рассказывать продавщице в магазине, что мы пришли искать шапку, хотя она даже об этом не спрашивала. Он всегда так делает. Мы приходим в магазин, и он говорит, а можно нам вот эту ветчину? Мы будем печь сегодня пиццу. Я говорю, какая разница? Ей вообще пофиг, да? Не, ну я люблю просто, знаете, между делом рассказывать. Вам что-нибудь расскажу даже себе. Бро, смешно, бро, смешно. Всем привет! Меня зовут Юля, мне 25 лет, это мой муж Алексей. Меня зовут Алексей, мне 26 лет, это моя жена Юля. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Ну у нас есть Лёшина деньги, которые это наш общий бюджет семейный. Да, есть её деньги, которые это её деньги. Готова проиграть? Давай, раз, два, три, два, три, три, три. Если бы я разрешил тебе изменить с кем-то из знаменитостей, кто бы это был? Локи, конечно же. Шутка-шутка. Валерий Меладзе это было бы. Валерий Меладзе должен. Ну вот почему бы ты с Меладзе изменил? Ну, у него классные песни. Вообще такой прям... Поёт классно, да? Поёт классно, мужчина в расцвете сил. А чем вам Валерий Меладзе не нравится? Харизматичный мужчина Валерия Меладзе. Ладно, а ты? Кто? Ну, блин. Роузи Хайтинг Мануайтли? Нет, это же любовь с Ашковой. Да мне никто не заметил, если не нравится. Я не знаю, с кем бы я переспал. Сложно ответить, на самом деле. Ребят, 250 рублей. Первый, да? Да. Кто там еще нравился? Кристиан Стюарт ему нравился. Это ошибка была. Она, кстати, Лизбенко. На минуточку. Ладно, 250 твой. Хорошо, поехали дальше. О, боже. В каком самом непредсказуемом месте ты мастурбировал? Ну, там более грубое слово используется, просто чуть-чуть... Ну, облагородило. Облагородило. Да, дрочил. Дрочил в самом непредсказуемом месте. Ну, давай, давай. Подожди, я вспоминаю все случаи. Перебираю миллион вариантов. Помнишь свои каждые. Да, не могу вспомнить. Ну, что-то у тебя было... О, нифига себе, тут тоже можно. Оказывается. Оказывается, да? Да нет, не было такого. Все очень банально предсказуемо. Ну, где, где? В комнате? Ну, в комнате, ванная. В комнате, ванная, да. Подожди-ка, давай-ка переодрешим вопрос. Ну-ка, а где ты мастурбировал? Самое непредсказуемое место. Ну, ладно, хорошо, переформулирую вопрос. Вне дома мастурбировал? Нет. Ну, это странно как-то. Нет, нет, только дома. Когда ты впервые сделала минет? Я должна число сказать или что, или... Ну, впервые вообще попробовала. Только переадресация, ну, тут как-то не работает, да? Да, да. В 22 года мне было. Если вдруг я пойму, что я больше по девочкам, ты меня поймешь? Да, вот я приду к тебе в один прекрасный день и скажу. Ну, смотри, ты вот и меня не устраиваешь, я хочу быть с девочкой. Да, я скажу, извини, Леш, дело не в тебе, дело во мне. Я лесбиянка. Как бы ты отреагировал? Ты бы меня понял? Да, думаю, что такое-то. Что такого-то, да? Ну, в смысле, понимаешь, это же твой выбор. Что я поделаю, да, я что, в голову залезу мнение и ее поделаю? Это же неконтролируемый процесс. То есть, если ее тянет, ну, другое дело, если бии там. Нет, ты вот, ты бы меня поддержал конкретно в этой ситуации или... Поддержал, ну, вещи собрал бы. Поддерживаю, иди, да, по девочкам, да. Поддержал бы, да. Да, Эсель, да, я уже поднимаюсь. Ага. Вот и все. Вот и вся моя жизнь. Зря я ел шаурму в антисанитарных точках. Вот живот и прихватила. Видать, чаша моя переполнилась. Маму жалко, плакать будет. О, становится холодно. Зря подштанники не надел. А все было бы хорошо, если бы я просто купил шаурму в мама кухне. Мама кухня. Вкусно, как дома у мамы. Тебе домогался мужчина когда-нибудь? Ну, наверное, можно сказать так, да. Когда я училась в школе, наверное, это было классе в девятом, у меня был парень в кавычках. Мы у него дома тусовались, а я как-то вообще не рассчитывала, что кто-то будет ко мне приставать. Вся ночь прошла вот так, что я от него отбивалась прям. Вот прям отбивалась серьезно. И только утром я от него смогла сбежать. Да, можно сказать, что это было домогательство. У меня клиентка была одна, и она рассказывала, у них охранник в школе появился. И она рассказывала то, что он за ней начал следить, как, знаешь, пристально заглядывать в класс и только на нее смотреть. То есть она, ну, вот чувствовала вот это вот прям домогательство. Ну, у меня такого никогда не было, наверное. Чтоб меня кто-то преследовал, да, или там смотрел там пристально. Ну, может, в школе там, девчонки всякие. Ну, это так офигня. Представь, что в начале наших отношений ты узнал, что у меня ВИЧ. Ты бы продолжил со мной встречаться? Ну, в смысле, когда у нас уже было, то есть тогда... Какой смысл, да? Да, в смысле, я же уже тогда ничего. А так, конечно, ну, сложный вопрос на самом деле. Люди живут вообще с этим. Просто дело в том, что ВИЧ, он передается уже еще по наследству. То есть это дети по-любому ВИЧ-инфицированные были. Ну, другое дело в том, что он лечится. А вылечить вообще никак не. СПИД это конечная стадия ВИЧ. Если я где-то читал статью, то что, да. Его можно придерживать, чтобы он не перешел в СПИД. Ну, да, чтобы он в СПИД не перешел, так что... Она тебе до момента вашего полового акта сообщает? Так сложно сразу сказать, но в начале отношений у нас довольно быстро завелось в смысле, потому что мы привязанность такую сильную чувствовали. Ну, это как-то странно, да? Вот ты начинаешь с девчонкой общаться, и вы друг другу нравитесь, есть симпатия, да? И она такая подходит, говорит, что ты решил меня ВИЧ оказать. Ну, конечно, я бы смукился. Ну, а как бы, чтобы я решил, да, не знаю, дожили бы, конечно. Я думаю, что просто из любой ситуации есть выход. Поэтому да, да, можно было бы, конечно. Так, вдруг окажется, что мы являемся близкими родственниками. Как ты отреагируешь? Мы можем быть родственниками? Мы же не можем. Не, мы не можем быть хотя бы, потому что один из нас азиат. Да. Ну, а вдруг вот так получилось. Мы с тобой близкие родственники. Ну, как Ланнистеры, да. Ну, а что теперь поделать? Мы уже как бы женаты, да. Я думала, мы бы жили бездетной жизнью, если бы я узнала, что мы с тобой кровные родственники. Ну, то есть ты бы, в смысле, продолжала бы жить? Ну, да, вряд ли бы я пошла подавать на развод. Сразу, да? Да. Или мы бы жили с тобой по-братски потом вместе. Давай. Если бы я тебя пригласила на свингер-пати, ты согласился бы? Нет. Свингер-пати – это вот просто туса, где все между собой, да? Туса, да? Туса. Да, ну, просто. Да, да. Ну, пришли потусоваться. Наивный чукотский юноша. Просто тусуется. Просто тусуется. Никогда, кстати, такого не встречал. Вообще, я даже не слышал там у знакомых знакомых или друзей знакомых. Типа мне никто не приходил и говорил, о, Леха, прикинь, вот свингер-пати было недавно. Или там, о, я случайно побывал на свингер-пати. Ты когда-нибудь слышала? Нет. Нет, я знаю, что такое свингер-пати. Но я никогда не слышала от их знакомых что-то или от знакомых знакомых что-то. Ну, вот прикинь, в Якутске кто-нибудь свингер-пати устроит, да? Вот в нашей маленькой деревне, где все все знают про всех, да? На дикие сразу попадут. Да нет, нет, конечно, бы я не хочу. Я предпочитаю, потому что традиционный секс. Ну, это, наверное, видите, некоторым людям нужна гиперстимуляция просто-напросто вот этой вот. Иначе они просто, ну, не возбуждаются, может быть. А если она прям хочет, ты говоришь, я хочу? Ну, хоти. Ну, да, я не пойду. Ну, как бы, ну, хочешь, ну, хорошо. И я в этом участвую точно не могу. Как ты считаешь, надо ли мужчинам бриться там? Да, конечно, надо обязательно. Мне кажется, вот эта вся растительность на мужском теле, это... Чрезмерно. Да, это ужасно. Как думаешь, женщине надо там бриться? Не, не, не надо. Да? Пускай вот так ходит. Окей, конечно, надо. Ну, в смысле, это же просто вопрос гигиены, да? У вас там бактерии хватит? Ну, раньше же как-то женщины жили и не брились. Ну, вот как-то да. Когда-то даже наоборот был культ мохнатых треугольничков. Ты же там восхищалась своей вот этой Эмилией, как ее там? Потому что она снялась в дежурнала с этим, с небритыми подмышками, ну, что-то в этом роде. Это не Раташковский была. Это была дочь Мадонны, кажется. Это призыв, да, к чему-то, типа натуральная красота. Ну, да, да. Ну, не знаю, ничего в этом красивого не вижу. Ну, я тоже ничего красивого в этом не вижу. И я тоже считаю, что женщина должна бриться обязательно. Как ты отреагировала на свою первую полюцию? Блин, ну, это было странно вообще. Подождите, это у всех происходит, да? Абсолютно у всех. Ну, если у тебя нет проблем с гормональной системой, то абсолютно у всех ребят 12-13, у кого когда там тестостерон начинает. Ну, это же вот это непроизвольное семяизвержение, да? То есть ты спишь или у тебя произошла полюция? Да, тебе снится там какая-то твоя самая необыкновенная эротическая фантазия, там, не знаю с кем. Да, просто происходит. Ну, это странно. Ты, типа, не испугался или... Ну, ты знал, что это такое? А что бояться? Ну, в физиологии немного шарил. Когда у меня начался там подростковый период, я читал эти энциклопедии всякие и так далее. Мне просто интересно было вот с самого детства, как это все у всех происходит. Ну, в смысле, понятно, вот ребенок растет, да, он же понимает, насколько он сильно отличается от другого пола. Девочки вот так умерли, мальчики вот так умерли. У нас там биська есть. Это было просто интересно, поэтому я читал там энциклопедии, так что я, в принципе, не удивился. Ну, было странно. Ну, то есть ты, типа, такой, ну, ок, норм. Да, типа, ну, ок, норм. Пойду помоюсь. Ну, да, да, да. А, да, это, короче, когда пролоктин начинает расти. 12-13, у всех тоже по-разному у мужчин начинают таски боли. Это называется подростковая гинекомастия. То есть молочная железа начинает увеличиваться, короче. болеть. Ну, у меня тоже такое было, я помню. Я помню, что соски болели, и было неприятно. Ну, короче, вот это было, вот это было мерско, непонятно как-то вообще сейчас. А у вас не было? Нет. Это у всех было. А именно вот это фигня не было. О, отличный вопрос. Нормальный член это сколько? О, боже. Покажи руками какой это нормальный. Нормальный? Ну, наверное, вот так. Так что ли совсем? А что, думаешь, плохо, что ли? Не знаю, а сколько это, сколько это? Ну, типа, я думаю, нормально это 15, как Ивлеева, да, показала. Я думаю, да, 15, типа, это нормально. Все, что меньше 15, это мало, нет? На тебя в комментах нападут потом, понимаешь? Да, пожалуйста. Все, у кого меньше 15, в смысле ненормальный? А ты знаешь, что среднестатистический мужской член там 13,5 сантиметров, да? По-любому кто-нибудь так напишет. Так нормальный это 15 получается? Ну, мне кажется, 15, 17, это нормально. Не меньше 15. Не меньше 15, да. Все, что меньше, уже ненормальный. Ну, Казанова говорил, что ему достаточно одного пальца, чтобы удовлетворить женщину. Ну, не знаю. Просто, ну, это даже выглядит мало, просто, типа, чисто визуально, если посмотреть. Вот, там, типа, это сколько? Это 10 сантиметров, да? Ну, где-то. Ну, ты же, как у ребенка. Можно перефразировать вопрос? Как думаешь, какой длины? Половой орган? Да, должен быть. Должен быть нормальный? Да, главное, что, знаешь, есть вот патология такая, называется микропенис. Но там вот прям вот не то, что ты показала, да, типа, малого. Там прям 1-2. Вот это ненормально, а все остальное, ну, наверное, нормально. Че, то, как извращается. Вот это же придумали, Камасуту, да? То есть, это совет для тех, у кого маленький член, пользуйтесь Камасутой. Ну, в смысле, там лучше угол как-то выбрать, наверное. Ну, не понимаю, на самом деле. Вот я ее открывал в жизни, наверное, один или два раза, или там картинки какие-то смотрел. Я смотрю, там, небесный пирожок. Я такой, блядь, что? Ты представляешь себе небесный пирожок, примерно? Нет. Что это? Я не знаю, как должна выглядеть поза, которая называется небесный пирожок. Короче, небесный пирожок. Я вот до сих пор помню, ну, я просто ржал. Потому что, ну, какой нахрен пирожок? Это когда девушка, получается, как бы на свечку встает. То есть, ну, ложится, да, на свою голову, спину. Закидывает ноги через себя. И там, получается, образуется какой-то... Что, пирожок? Пирожок, да. И мужчина получает... Ну, он начинает делать ей кунилипус. Вот это и это называется небесный пирожок. Я не знаю, почему я это запомнил, но я угорал, блин, реально. Девушка у тебя гнутся там должна. А если она не гнется, там, какой пирожок? Пирожка даже не получится. Ну, это же индусы придумали. Они... У них йога и все дела. Они-то гнутся. Ну, да, наверное, да. Я просто была в Индии, там буквально в каждом магазине продаются вот маленькие книжечки кому-то с утра. Может, это туристический город был, поэтому... Ну, она, может, популярная. Может, популярная. Ну, вообще в мире там. А может, поэтому у них столько детей? Потому что они всякие небесные пирожки практикуют. Давай, пирожок. Что дальше? Ты бы смог простить измену? Нет. Вот это вообще нет. Даже вот в голове не укладывается, да? Даже если представить на секунду. Я это не переживал. Я даже не знаю. Ну, мне кажется, что это было бы жутко. Но я бы не простил. Ну, так многие мужики говорили, да? Они потом все равно оставались со своими женщинами. Я просто знаю там пару примеров, которые простили. Ну, и думаешь, ну, как-то. Чтоб семью сохранить. Ну, не знаю. Нет, я бы не простил. Ты бы простил? Я не знаю. Конечно, вот я сейчас думаю, нет, я бы ни за что не простила. Но ситуации разные бывают. Поэтому не знаю, как я бы повела себя. Ну, то есть ты, в принципе, представить это не можешь, чтобы я с другой женщиной. Да, я просто не могу представить себе, что мой муж с другой женщиной, а потом приходит ко мне, как ни в чем не бывало. Ну, да, это было бы странно. Скорее всего, я бы тебя убила просто. Как они не палятся? Ну, в смысле, ты занимаешься сексом, да? Ты же, ну, ты же не дрочишь, извиняюсь. Ну, как бы ты обмениваешься вот этой вот энергией, да? У вас вот эта токси-тоцин, все на свете, эмоции. А потом ты такой домой возвращаешься и такой, привет. Ну, Леш, люди же разными браками живут. Это у нас с тобой такие отношения теплые, что мы пришли и там не отлипаем друг от друга. А есть семьи, в которых мужчина там куролесил с другой женщиной, потом пришел, и они там по своим комнатам разошлись по-разному. А, ну, Лекси, да, то есть ты там даже ее не видел, да? Ну, не знаю, просто сложно представить. Если бы у тебя была возможность заняться сексом в любом месте, где бы это было? Типа необыкновенно? Не знаю, я тоже вот как Леша предпочитаю традиционный классический секс без всяких хакедонов, типа секс в общественном месте, в транспорте, в лифте. А некоторые это просто... В невесомости. В невесомости, это вот интересно. Не знаю, мне кажется, вся фишка в том, чтобы... Там бы пирожок точно бы получился. Мне кажется, вся фишка в том, чтобы уединиться, прочувствовать друг друга. А когда вы находитесь в каком-то странном месте... Некоторым нравится. Ну, это такая-таки вот эта гиперстимуляция, про которую ты говоришь. Да, они прям такие, о, давай по-бырому, да, типа пока никто не увидит. Да, 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 когда людям нужны дополнительные эмоции, чтобы возбудиться. У нас с этим все норм, и... Ну, я бы в космическом корабле его попробовал. Ну, в невесомости, я даже представить, мне могу сказать, что капец сложно. Типа она от тебя улетает, и ты за ней такой летишь. Так потом еще вот все вот эти, извините, вот... С дожи бы летали там. Ну, да, да, да. Ну, это ужасно. Мы там собирали бы их в пакетики. Отпустили, да. Какой сценарий ролевой игры ты бы хотел воплотить? Да вот ту же топку как бы. Никакой. Серьезно, если бы Юля зашла там в костюме медсестры, там, училки, то и начала бы там играть роль. Я бы, ну, поражал бы, наверное, у нас бы точно секса нет. Ну, или я, прикинь, захожу такой. О, боже, нет, нет, это сразу нет. Я не знаю, в чем там. В ковбойской шляпе, да? Я бы сказала, извини, Леша, не сегодня. Подтяжка голая еще. Ну, как бы да, но это было бы странно. Ну, ладно на мужчине, это смотрится ужасно. Если бы ты пришел там в трусишках обтягивающих, в шляпе ковбойской, я бы тебе сказала, не сегодня, Леша, не в этот вечер. Но если бы я пришла, например, в маленьком халате на голой тело. Не, ну это уже не ролевая игра, это же... Ролевая игра-то в чем прикол? Мне кажется, то, что вы как бы разыгрываете вариант, как будто вы спите с другим человеком. Типа, раздевайтесь, Алексей. Да, да, приложите, сейчас мы вас будем осматривать. Не в какой. Не в какой. А, вот, пользовалась ли ты секс-игрушкой? Я ждал этот вопрос. Да. Я работала в студенчестве официанткой. И у меня были коллеги по работе, с которыми мы так тесно дружили. У меня как раз долго никого не было, я ни с кем не встречалась. И они мне решили подарить на день рождения фалоимитатор. Это была очень смешная история. Они мне купили фалоимитатор и положили его дома у моей подруги. И на следующий день они должны были мне его подарить. Она вечером пришла с работы. Ее кошки, у нее две кошки, они вытащили этот фалоимитатор из пакета и начали гонять его по всей квартире. Когда она пришла домой, а он был такой розовый, прозрачный. Он был весь вот в кошачьих цапках, царапках и в шерсти. Они его подрали и попусали этот фалоимитатор. И им пришлось покупать мне новый. Вот так у меня появился Хулио. Ну, он нормальный был? Вот такой, серьезно, клянусь, он был вот такой. Не меньше 15, да? Не меньше 15. Не главное. Потом я его подарила своей подружке. Она просила, просто очень просила. Не, это просто реально самая смешная часть, наверное, то, что ты отдала его своей подружке. Ну, ты типа помыла, да, его? Ну, конечно, помыла. Думаешь, я его такая... Сразу. Ну, как можно подруге подарить? Она может сама сходить купить. Он должен в магазинов скукать. Ну, знаешь, в студенчестве мы были как бы все небогатые, а стоит он не три копейки. Что, одолжишь на сегодня? На разок, бля. Потом помою, отдам. Ну, я его подарила, отдала так. Она потеряла его на какой-то пьянке. Я не спрашиваю подробностей. В смысле? Она с собой на пьянку его взяла, да. Вот, кстати, она, возможно, мастурбировала в необычном месте. Это уже совсем другая история. Ну, да, это совсем другая история. Все свое ношу с собой. Я одна с собой. Так. Во сколько лет ты лишился девственности? Интересный вопрос. 15? Серьезно? Нет, не было, да. А стоп, подожди. 16 не было, не 15. А ты боялся? Да. У тебя, может, ноги тряслись? Ну, это было странно. А ты готовился к этому? Ну, в смысле, ты там, типа, читал или... Примерно себе представлял просто. Ну, порнух уже все смотрели. Ну, как бы, ну, все, что я там знал, это все и не сработало. Ну, в смысле, я был не готов, откровенно говоря. Нет, это не были отношения. Это было в другом городе даже. Ну, да, это было просто пьянки. Но в подробности вдаваться не хочу. Это был защищеный. Как ты отреагировала на свои первомесячные? О, боже, вы знаете, вот у нас не было такого в семье. Конечно, то есть мама меня посадила и рассказывала мне, вот, твой организм будет меняться, и у тебя начнутся месячные. Нет, у нас такого не было в семье, я вообще не знала. Мне было 14 лет, и у меня ночью так сильно болел живот, что я аж плакала. Я думала, что я простыла. Ну, не знаю, короче. Я училась со второй сменой, мама у меня рано утром уходила на работу. Я проснулась, получается, и мамы дома уже не было. Я пошла в туалет и увидела вот этот ужас. Я думала, что я умираю, серьезно. Я даже не могла подумать о том, что, типа, вот это нормально. Это будет со мной каждый божий месяц происходить, я об этом не могла подумать. Я поехала к маме на работу и говорю, мама, это что такое? У меня какая-то проблема. Мама мне дала деньги, сказала пойти в аптеку и купить прокладки, какие надо купить, как пользоваться. Ну, вот так вот это произошло. Я считаю, что надо с девочками беседовать на эту тему обязательно. Ты должна знать и быть готовой к этому. А когда это происходит вот так вот, как снег на голову падает, это ужасно. Да, каждый ребенок, я думаю, должен быть осведомлен по поводу своих изменений. Да, я просто знаю, что для кого-то это была психологическая травма, когда они... А это как происходит, кстати? У кого-то может начать болеть живот, а у кого-то может вот прям вот потекло и все. Хоть что-то там делай. И где угодно находить, ужас. Да, ужас. Хоть полюция, но что происходит. Да лучше полюция, чем, господи, каждый месяц истекаешь кровью. Тем более тебе там что-то снится, прикольно. У тебя было венерическое заболевание? Никогда. А у тебя? Нет. Вот и поговорили. Вот и поговорили. А чего ты возбуждаешься во время просмотра порно? Я сто лет уже не смотрела порно. А так, если представить, то... Ну, классический секс, там, где два партнера, мужчина, женщина. Но, может быть, чуть пожестче разве что. Чуть пожестче? Ну да. А ты? Ну, раньше тащился от лесбийского порно. Кстати. Да, когда мне было лет 20, мне тоже нравилось лесбийское порно. Когда ты впервые сделал девушке куни? Тебе это не понравится? Так, сейчас вспомню. 18 лет первые токсичные отношения. Я даже не знаю, что у тебя. Ты готовился к этому морально? Морально нет. А что там готовиться? Просто есть, типа, мужчины, ярые противники кунилингуса, и им действительно, наверное, приходится готовиться. Ну, тогда не делайте, да, если вы такие противники. Ну, в смысле, зачем тогда к этому готовиться? Просто это все равно часть секса, да. Ярые противники кунилингуса. Я знал, у меня вот друзья все яркие. Кунилингуса. Я еще помню, на районе мы это обсуждали, когда, ну, молодые совсем были. Но чаще всего самые ярые противники, они вот самые-самые ярые любители, понимаешь? Это вот часто бывает так вот с гомофобией. Я думаю, история с куней такая же фигня. Просто каждый стыдится самого себя, понимаете? Отрицает, но при этом желает. Но я в этом проблем не вижу. Ты ничего не отвечал? Не-не-не-не, это вот все тоже из темы Камасутры, знаете, там, типа, как делать девушки кунилингусы, да? Ежу, понятно, что ты не должен же там, я не знаю, сживать ее. Серьезно. Ты можешь свои видеоуроки записывать правильно делать. Как правильно делать? Не надо сживать. Не жуй, не жуй. Вот это интересно. Твоя любимая поза. Секси. Небесный пирожок. Ну, наверное, когда я сверху. А твоя? Сзади. Как правильно говорить? Когда ты сзади, правильно? Когда я сзади, да? Нет. Когда она, понятно дело. Подожди, стоп. Я ее... Вот это... Ладно, ясно, ясно. Не вырезайте. Да, да, да. Ну, короче, да. Надеюсь, ты правильно понял. Не будешь исправляться, да? Ладно. Все, все, все. Все поняли, да. Вилкой в глаз или в жопу раз? Вилкой в глаз. Когда ты в последний раз... Вечер в хату, надо сказать, когда в хату заходишь. Подожди, вечер в хату. У меня последний вопрос. Когда ты последний раз пукал? Ты, подожди, сознательно или не сознательно? Это же разные вещи. Когда ты там шептуна в общественном месте пускаешь и сидишь, типа... Не знаю, сегодня, наверное, собственно, люди каждый день это делают. Я просто не запоминаю. О, это было во столько-то часов сегодня. Ты, подавник, отмечу, да? В своем календаре. Ну, наверное, сегодня, да. Утром. Так, все, я последнюю. Подожди, оно осознанно было в последний раз, ну, сегодня, например. Ну, наверное... Ну, ты отследила маме? Ой, типа, ща. Ща пущу. Нет? Нет, нет. Ну, ладно. МЖМ или ЖМЖ? ЖМЖ. То есть две женщины, один мужчина. А два мужчины и я одна женщина, это? Тоже из серии гиперстимуляции. Гиперстимуляции. А ЖМЖ не серия гиперстимуляции? Нет. Ну, в смысле, как сказать? Ну, я думаю, это... Правильно ли будет сказать, что это более естественно? Вряд ли, да? Но для меня, да, мне кажется, это более естественно. А когда двое мужчин одну, ну, какая-то вот эта вот, да, гиперстимуляция и все такое. Ну, я бы, ну, как бы предпочел вот первый вариант, который я ставил. У нас все, вопросы кончились. Пока. Да, всем пока. Спасибо за внимание. Если тебе понравилось видео, сделай так, чтобы мы это увидели. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok